Работы участковых на виду. Их знают в лицо даже больше, чем представители других полицейских служб. Есть у участковых свои киношные герои. Из советских времен Анискин, из нынешних Прохоров, главный герой телесериала «Участок». Их разделяют эпохи, но судя по фильмам, в этой службе главным остается одно – работа с населением. Об этом говорят и те, кто реально трудится в службе участковых. Дом у вас хороший. Председатель все контролирует. Когда же теперь у вас капремонт будут делать? Остальные все дома сделают. Андрей Мысев служит участковым 4 года. Свой участок он знает хорошо, и это ему помогает в раскрытии преступлений. На вопрос, сколько на его пути оконченных дел, пожимает плечами. Говорит, подобную статистику не ведет. Ежедневно сыплются обращения за обращениями. Задачи участкового разнообразные. Разбирается в семейном скандале, ищет грабителя, напавшего на женщину. Братся обязан за каждое дело. Участковые загружены работой под завязку. Самые распространенные проблемы – это семейные конфликты. То есть ни для кого не секрет, что в быту происходят конфликты. Есть такая проблема, как злоупотребление алкоголем граждан. На фоне этого в основном жены ругают своих мужчин. То есть мужчинам это не нравится, соответственно, рождаются конфликты. При этом всегда приветливый, внимательный, в бодром расположении духа мужчина в форме ежедневно обходит улицы своего района. Куда он спешит в этот раз, многим не вдомек. Но получается так, что без его вмешательства люди разобраться со своими проблемами практически не могут. Пожилые граждане, опять же, вернусь к тему, наверное, бытового насилия. То есть конфликтуют они больше со своими детьми. То есть пожилые граждане требуют больше внимания. То есть молодые его им не уделяют. Соответственно, опять же, на этом фоне и происходит. Работа участкового практически всегда работа психолога. Если не вникать в суть проблемы каждого, кто обратился за помощью, никакого эффекта работы не будет. Изначально я заканчивал военное училище. И будучи еще курсантом, нас воспитывали как командир в первую очередь. И учили руководствоваться методами убеждения в первую очередь. И убеждения уже к тем, для кого не работает метод убеждения. Соответственно, я его применяю в практике уже в полиции. Если на территории совершено преступление, прибыть первым, организовать охрану, место происшествия, найти очевидцев и свидетелей, подозреваемых. Одних обидели и оскорбили. Другие не в состоянии противостоять жестокости, цинизму, хулиганству. У третьих глава семьи деспот. А страдают дети и женщины. Он не только страж правопорядка на своем участке. Ему приходится выступать судьей в соседских и семейных спорах. Быть советчиком в жизненных ситуациях. К Андрею жители идут за помощью в любой ситуации, даже несвойственной его работе. Всем он помогает, советует куда обратиться, а порой и сам решает за них их проблемы.